Всем привет и добро пожаловать на границу знаний. Новый воздушно-реактивный двигатель работает за счет нагревания плазмы воздуха микроволнами, ему не требуется горючее топливо. Китайские инженеры испытали опытный образец двигателя, работающего благодаря воздушной плазме, которой передается индукция в конструкции двигателя, микроволны используются для нагрева воздуха до высокой температуры, после чего раскаленный воздух выходит под давлением и создает тягу. Чтобы измерить силу тяги и давление струи плазмы при разных параметрах мощности микроволн и скорости потока воздуха, разработчики применили самодельный прибор. В результате эксперимента было продемонстрировано, что при одинаковом потреблении электроэнергии тяговая сила нового плазменного двигателя сопоставима с тягой обычных реактивных двигателей, использующих горючее топливо. Следовательно, такой двигатель, работающий без загрязняющих атмосферу выбросов углерода, может найти применение в электросамолетах. Сейчас в них применяют винтовые двигатели. Принцип работы обычного реактивного двигателя основан на законе сохранения импульса. Масса воздуха выталкивается назад, поэтому рабочее тело с ускорением движется вперед. Традиционный воздушно-реактивный двигатель функционирует за счет сжигания топлива в кислороде воздуха под высоким давлением. Смесь воздуха и топлива раскаляется и под давлением выталкивается из двигателя. В электросамолетах горючее топливо не используется. Здесь нужен другой вариант двигателя. В плазменных двигателях, которые разрабатывались для этой цели, тело ускоряется за счет давления плазмы, полученной при помощи ионизации воздуха электрическим разрядом. Проблема подобных двигателей заключалась в их габаритах. Чтобы выдавать высокую тягу, двигатель должен быть очень громоздким. Инженеры попробовали нагреть воздух микроволнами в конструкции, которая включает в себя кварцевую трубку, магнетрон, источник микроволн, мощностью 1 кВт, при частоте волн 2,45 ГГц, циркулятор и плоский волновод. Микроволны, поступающие от магнетрона, в трубке греют воздух, который превращается в плазму и под высоким давлением выбрасывается наружу, генерируя тягу. Охлаждение циркулятора и магнетрона происходит за счет водяного контура конструкции. Чтобы оценить уровень давления горячей плазмы при температуре более 1000 градусов, когда обычный прибор может быть поврежден, ученые разработали методику, основанную на использовании стального шарика с регулируемой массой. Давление определялось в соответствии с той массой, при которой шарик начинал греметь. На основе полученных данных разработчики высчитали тяговую силу и давление потока плазмы. При мощности в 1 кВт тяга составляет 28 ньютон, и на площадь сечения 1 квадратный метр удельная тяга равна 24 кН. А эти показатели уже сопоставимы с современными керосиновыми двигателями, то есть новое устройство способно работать в самолетах. В будущем тягу и эффективность разработки можно значительно повысить, если увеличится температура потока выходящей плазмы. Для этого потребуются материалы с хорошей термостойкостью. Всем спасибо за просмотр. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока!